Так, ребят, ой, блин, что у меня с волосами? Это какая-то просто... Короче, ребят, всем здравствуйте, всем привет! Сейчас раннее... раннее утро, ну, для меня оно раннее, потому что... Блин, волосы, конечно, ну вот я их... Ведь оно просто какое-то ужасное у меня, как будто я пила всю ночь, и какие-то отёки. И... Короче, я приехала в центр города, надо выйти, может, на солнышко. Что-то я совсем себе не нравлюсь. Хотя, в принципе, какая есть уже, блин, что поделать. Ну, в общем, да, приехала я в центр города, потому что хочу подстричься. Короче, ребят, я не договорила. В общем, пойду в парикмахерскую, хочу немножечко улучшить свою стрижку, потому что мне не очень нравится, как она отрастает. Мне хочется сзади всё-таки приподнять, потому что здесь очень коротко, сзади очень длинно, и это выглядит совершенно не стильно. Поэтому я записалась в Майл, в Институт Керастаз, посмотрим, смогут ли мне что-то исправить. Прервалось, потому что позвонили мне на телефон, так как я записывала на телефон, поэтому связь оборвалась. Так, ну что, только что после стрижечки, посмотрите, как круто. В принципе, ничего, длина как была, так и осталась. Взяли вот этот вот затылочек. Можете вот... А, туда большое зеркало? Нет. А, давайте. А, там ещё... А, там ещё... Все туда входят. Хорошо. В общем, да, я довольна как слон, потому что сразу посмотрите, какой стиль появился. Вообще супер. Пчелочка. Все, как я люблю. И легкость появилась. Мы сделали вот это вот, расфилировали. Волосы у меня тяжелые, поэтому уже никак это невозможно было уложить, а сейчас прям, прям восторг. Моя Билюкс, мастер Гелена. Я уже не кстати стриглась. В прошлый раз тоже мне очень нравилось, когда у меня уж корешка была. Вам ещё раз. Я очень довольна. Прям вообще... Как вы будете укладывать? Ну, я думаю, что... Я думаю, что не будет. Я уже... Ну, как бы... Вы особо что-то мне укладывали, просто посушили, и уже как они круто смотрятся. Не, я очень довольна. Прям я обрадовалась, что у меня уже печаль была. У меня уже ничего. Ну, у меня, в принципе, я отращиваю с Пикси, но уже у меня так... Они доросли до такой сто. Так, короче, ребят, я уже дома. Сейчас пойдём, наверное, с Лёвой на прогулку. Точнее, наверное, до магазина просто дойдём, потому что сегодня очень... Ну, не очень хорошая погода. Какой-то сильный ветер достаточно. Там мотоциклы, да. Я, Лёва, сейчас включила немножечко телевизор посмотреть, потому что... Ну, почему бы и не посмотреть? Я разрешаю. Ну, вы и так уже знаете, если смотрите мой канал. Короче, что я хотела рассказать. Я извиняюсь, там шум будет, потому что он мотоциклы смотрит, поэтому они там немножечко... Что такое? Мотоциклы там. Короче, я очень довольна стрижкой. Ещё раз хочу сказать, что это моя институт Керавтаз в центре города. Мастер Елена. Уже у неё стриглась, по-моему, раза три, так уж точно, если не четыре. Я очень довольна стрижкой. Напишите, как вам. Это прям, знаете, новая я. Вот реально. Как бы, в принципе, особо много ничего не изменилось, но изменилось достаточно для того, чтобы я себя прям почувствовала гораздо более счастливой, потому что, ну, вот с той стрижкой... Я не знаю, вот я... Вроде я понимала, что я отращиваю, но мне не нравилось, как она смотрится, потому что была эта густота огромная, никуда вообще эти волосы было ни поднять, ни уложить. Это всё смотрелось очень печально. Как бы я ни старалась это всё укладывать, выглядело, ну, не очень. А сейчас, мне кажется, выглядит очень стильно. Подняли этот затылок, чтобы... Получается такой, знаете, как уже даже боб-каре. У меня пока что вот есть цель отрастить хотя бы до каре. Вот, а дальше посмотрим. Вроде бы уже такой, знаете, коротенький боб-каре вырисовывается. Вот, что я ещё хотела сказать за последние несколько месяцев. Я не знаю, связано это вообще с карантином. Вряд ли это, наверное, с этим связано. Просто опять накопилась у меня какая-то усталость, какое-то эмоциональное выгорание, про которое я неоднократно уже говорила. И поэтому мне вот надо было как-то даже, знаете, поднять себе настроение. Ну вот... Спасибо большое. Ты печеньки мне даёшь? Спасибо. Лёва печеньки мне принёс. Поднять себе настроение, потому что, откровенно говоря, настроения не было никакого. Я сейчас тут кормлю Лёву. Настроения особо не было, не знаю. Там мотоциклы едут. То ли это погода ещё такая, холодно у нас. Мы до сих пор ходим в зимних куртках. Но я думаю, что вы знаете, потому что я каждый день выхожу в Инстаграм. В шапке, в зимних куртках. Всё это какое-то... Дома холодно. Дома с этим колорифером. Ну, в общем, не знаю. Очень некомфортное состояние. Плюс нам сейчас тоже уже давно никто с Лёвой не помогает. Мотоциклы едут, да. Мы с Лёвой только с мужем. И у меня... Я часто говорила про эмоциональное выгорание, но для меня это совершенно не шутка. И мотоциклы едут, да. Мотоциклы. Лёва кушает молоко, одновременно хочет комментировать игру. Вот. Но сейчас, как-то я сделала прическу, прям лучше себя чувствую морально. Вот. А на днях у меня прям было такое печальное состояние, что прям... Ну, вот посмотрите. Такой клип записала небольшой. Как день, как день сурка просто. Всё превратилось в какую-то рутину. Просто однообразную рутину. Сейчас уже всё нормально. Не беспокойтесь. Сейчас всё нормально. Я уже даже сама пересматриваю, когда такие видео, когда проходит какое-то время, у меня нормализуется состояние. И мне самой становится смешной. Я думаю, ну и что я там, блин, рыдала? И что я расстраивалась? В принципе, не было же ничего, никакого повода. Ну, часто у меня это ещё бывает связано в преддверии критических дней, когда гормоны ещё скачут, тогда вообще у меня становится такое, знаете, более слезливое настроение. Ещё когда вот это вот всё однообразие, однообразие, и становится себя вот так жалко, я понимаю, что это на самом деле очень плохо. Вот не надо себя жалеть, потому что, в принципе, ничего хорошего из этого не выходит. Но я вот просто такой человек. Я, видимо, по-другому не могу. Вот в итоге поплачу, я не знаю, пойду погуляю, там одна вот просто проветрию голову, вот сделаю стрижку, и как бы вот всё. У вас вот, мамочки, вопрос к вам, какие, как вы справляетесь вот с такими днями? Есть же у вас наверняка тоже такие дни, когда вот вообще вот всё, кажется, какая-то печаль, грусть, тоска вот нахлынувает. Что вы делаете? Что вам помогает? Вот мне помогает даже вот просто уединение, пройтись, прогуляться, может быть, даже посидеть одной в кафешке, посмотреть любимый сериал, чтобы вот меня никто не трогал, чтобы вот я сама с собой как-то вот на единственные мысли. Мне очень часто это помогает. Вот, а вам вот что? Мне будет интересно почитать, как вы боретесь с такими днями, когда у вас хандра. Внимательный вертолёт. И вот, дядя Джон, покажи, где кошка? Мяу! Мяу! Кошка Матильда, мяу! Мяу-ба-ба-ба-ба! Там вертолёт. А где ещё вертолёт? Покажи. Где ещё вертолёт? Там ещё вертолёт. А где огонь? Огонь. Огонь, да. Где? Да. Где огонь? Огонь. Где? Да, это кошка. Вот огонь, да? В камине огонь. У дяди Джона есть кофе горячий, тут у него радио, и радио говорит This is all right to, this is all right to, emergency, emergency, this is all right to, this is all right to, emergency, emergency. Дядя Джон собирается спасать людей, одевает куртку, шарф и шапку и отправляется к своему любимому вертолёту. И вот уже дядя Джон сидит в вертолёте и готов к взлёту. Включаем пропеллер, ба-ба-бу-ба-бу-ба, да, кошка Матильда осталась дома сидеть. Вот дядя Джон... Меня часто спрашиваете в инстаграм по поводу скидки на Daniel Wellington, и вот я вам рада сообщить, тем, кто ждал, у меня снова появилась скидка, моя неизменная скидка «Зеленцанна» дает вам 15% скидку на любой товар из продукции Daniel Wellington, и если вы смотрите мой инстаграм, то вы знаете, что я вот эти часы, они называются Link Watch, диаметр 28 мм, самый маленький, в серебряном оформлении, с белым циферблатом, я их ношу вообще не снимаю, потому что, когда вот я стала мамой, я поняла теперь прикол часов, потому что я всегда смотрю, ага, так, в это время мы вышли погулять, так, в это время мы пришли домой, в это время он покушал, в это время он лег спать, потому что, ну, телефон, он, конечно, всегда со мной, но на телефон я чаще всего снимаю видео, и часы для меня стали теперь не только аксессуаром, но и, конечно же, функциональной вещью, с браслетом вообще смотрится очень круто. Вот, у них появилось две вот такие новинки, это очень большой размер циферблата 40 мм, Link часы Link, и золотые, вот эти очень красивые часики, называются они Petite Melrose, очень красивые, в золотом оформлении, элегантные. Вот эти часы подойдут абсолютно любой девушке, потому что они, знаете, такая беспроигрышная классика. Вот этот мой фаворит абсолютно, Link часы, а это на втором месте, новиночка в красивом золотом оформлении, так что пользуйтесь скидочкой, зеленцанно, покупайте. Сейчас нет никаких проблем с доставкой, потому что у них все работает очень четко, и если вы покупаете любые часы, бесплатная доставка в любую точку мира. Так, ну что, ребят, посыл сегодняшнего влога. Как вам, кстати, вот моя стрижечка? Напишите, мне будет очень интересно почитать, поменялась я с этой стрижечкой или нет, или вам нравилось больше с теми отрастающими такими обрубками. Мне лично очень-очень нравится, я довольна. Напишите, мне будет приятно получить комплименты, ну, в общем, пишите честно, нравится, не нравится, я все пойму, я все приму. Сейчас пойдем, наверное, все-таки с Левой погулять, вы обязательно следите за мной в Инстаграм, потому что там я снимаю каждый день, показываю вам, что я ем, что мы, где мы гуляем, где мы ходим, на площадках с мамочками и так далее. Хочу очень зайти в Макдаг, хочу пожрать, думаю, у меня еще лучше настроение станет после того, как я поем в Макдональдсе. Ну, в общем, да, не знаю, надеюсь, что у меня эта хандра пройдет, потому что как-то, да, что-то я чувствую, что я не на коне, что нужно мне какой-то такой вот заряд какого-то позитива, хочется вот уже, видите, сделала прическу, вот уже лучше себя чувствую, потому что вот несколько дней назад что-то прямо вообще какое-то уныние было, не знаю, вот не знаю, ничего меня не радовало, проплакалась, в итоге тоже как-то полегчало. Спасибо, что посмотрели, пользуйтесь скидочкой на часы. Что там такое? Да, там поезд! Сейчас пойдем гулять, подписывайтесь на инстаграм, следите за мной в сторис, я вам хочу пожелать не хандрить, будьте в хорошем настроении. Те, кто хандрит, все пройдет, и хандра тоже сменится на позитивный, добрый и счастливый лад. Крепкого здоровья, это самое главное, вам и вашим близким. И, конечно же, мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока!